Добрый день, Вадим Владимирович! Добрый день, Вадим Владимирович! Добрый день, Вадим Владимирович! Добрый день, Вадим Владимирович! Одним из первых шагов было обеспечить раздельную концентрацию мусора. И где-то уже с опережением плана мы идём на 40% примерно сейчас, во всем случае по тем справкам, которые у меня есть, мы достигли примерно 40%. Это выше запланированных показателей. То же самое касается и объектов, где перерабатываются эти отходы, переработанные уже. Это же касается и новых полигонов по-современному обустроенных. Мусор-то, конечно, куда-то надо девать. Вот вопрос, связанный с… Это несколько вариантов. Это и мусороприрабатывающие заводы, и сжигание, и другие есть способы ликвидации. И есть такие, которые пока невозможно ликвидировать. Они должны на полигонах размещаться, но на современных, обустроенных и так далее, подальше от жилья. По всем этим направлениям идёт работа, и она движется темпом выше запланированного. И это, в принципе, неплохой показатель. Конечно, всегда есть вопрос, как объяснить людям, что экономическая и экологическая целесообразность заключается в строительстве тех или иных предприятий по переработке. Но надо показывать, как они работают. Ведь современные мусороперерабатывающие заводы расположены даже не только в Ленинградской области, где-то там далеко от Петербурга или даже от крупных населённых пунктов самой Ленинградской области, но в центре крупных городов, скажем, в Японии, в миллионниках расположены. Прямо в центре городов работают, и на экологию, на жизнь людей не оказывают практически никакого негативного влияния. Надо просто это показать. Нельзя делать в явочном порядке. Надо людям разъяснить, существуют и другие позитивные сопровождающие, рабочие места, уровень заработной платы. Ну, надо идти вот по этому пути. И тогда уверен, что консенсус будет найден.